Горбушу, камбалу, навагу, сельдь, минтай, кальмар, а также рыбные консервы теперь поставляют в торговые сети напрямую от производителя. Рыба по доступной цене появилась на прилавках прежде всего для малообеспеченного населения. На продукции с надписью «Социальная программа Приморская рыба» указана цена производителя и цена реализации. Появилась такая продукция на прилавках магазинов сетей «Рэми», «Самбери» и «Фрэш-25». Мы запускаем большой проект «Приморская рыба». Безусловно, это даст возможность видеть тех магазинов, кто вошел в соглашение о приморской рыбе по доступной цене. Это те рыбы массового потребления, которые сегодня нужны, особенно населению с низким уровнем дохода. Соглашение о сотрудничестве между рыбохозяйственными компаниями и предприятиями торговли подписали 1 ноября. По инициативе главы региона, который уже применял подобную тактику продовольственной безопасности и доступности рыбы в Амурской области. В Приморье документ подписали 3 дальневосточных торговых сети, 3 крупных рыбных перевалочных порта и 12 дальневосточных рыбопромысловых и перерабатывающих компаний. Они заключили соглашение о снижении розничной цены на самые популярные виды замороженной рыбы. Снижение на отдельные категории продукции составило от 15 до 30%. Соглашение действует бессрочно. И, безусловно, я надеюсь, что на ваших прилавках будут такие созданные места, где население может подойти и увидеть эту рыбу с ценой и производителя, и с оценкой магазина. Что для людей очень понятно, что себестоимость – это и себестоимость рыбацкая. Все это понимают. Все понимают трудности рыбаков. Соглашением установлена предельная цена на 7 видов рыбы и рыбопродукции. Так, стоимость горбуши неразделанной в заявленных соглашениям торговых сетях в Рейме, Самбере и Фрэш-25 со 2 ноября не должна превышать 110 рублей за килограмм. На ваге – 45 рублей. Сельди – 49 рублей за кило. Ментай – 75 рублей. Камбала неразделанная – 95 рублей. Кальмар-тушка – 130 рублей. Рыбные консервы – не превышать стоимость в 55 рублей. Перечень может быть расширен сезонными видами рыб. Очень хорошо пользуются спросом на вага, вот неразделанная. Покупатели берут. Вот с самого утра поток бабушек идет. Вот уже к вечеру люди с работы идут, покупают. Также горбуша по социальной цене – 110 рублей. Также очень хорошо пользуются спросом. Селедочка – 49 рублей селедка. Пожалуйста, люди омега-3 получают, пользуются спросом. Очень спасибо большое, что сделали такую социальную программу для нас. Тем временем жалобу на действия приморских властей в федеральную антимонопольную службу направила Ассоциация добытчиков Ментая. По мнению организации, действия властей Приморского края по снижению цен на рыбу и рыбопродукцию не отвечает интересам бизнеса. Сложилась определенная система ценообразования, включающая в себя целый ряд участников цепочки – рыбаки-покупатель. Об этом Олег Кожемяк рассказал в совместном телевизионном проекте ГТРК «Владивосток» и общественного телевидения «Приморья» «Прямой разговор». Не успели мы сделать это заявление уже Ассоциация добытчиков Ментая, не Ассоциация рыбохозяйственных, Мартынов, а там есть звери, уже на меня направил жалобу ФАС. О том, что я нарушаю правила антимонопольные и заставляю снижать цену на рыбу после той критики, которая сказала, что Ассоциация должна этим заниматься. Сегодня Олег Кожемяка ждет реакции Федеральной антимонопольной службы на жалобу Ассоциации добытчиков Ментая. Бизнес, считает Олег Кожемяка, должен быть в первую очередь социально ориентированным, конечно, не в ущерб себе. А жителям региона, который добывает 30% всей рыбы в России, необходима качественная продукция по доступной цене. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.